Сегодня наши телекомпании стали известны по-настоящему сенсационные детали истории, связанные с арестом в Москве сотрудника компании «Лаборатория Касперского». Она, как известно, занимает одну из лидирующих позиций на рынке борьбы с хакерами не только в России, но и в мире. Сухие строчки о задержании на самом деле скрывали громкий скандал. Арестованный, по нашим данным, сумел создать супер-троян и внедрить его в информационные системы крупнейших банков. Арест Руслана Стоянова, сотрудника лаборатории Касперского, так и остался бы обычным событием, если бы не статья. Государственная измена. Нам удалось выяснить, специалист в сфере кибербезопасности создал уникальный троян. Этот вирус действует не совсем обычно. Он работал в банках и финансовых учреждениях. Но программа не пыталась украсть деньги, только информацию. Например, о готовящихся сделках, денежных потоках или наличии проблем. Эти данные уходили в одну из стран бывшего СССР, которая являлась своеобразным буфером с целью запутать следы. И уже из этой страны инсайдерская информация уходила на запад. Предположительно, основной получатель находился в США. Оттуда же Стоянову приходили деньги. Чтобы понимать, чем грозило такое вмешательство, достаточно представить, что Стоянов, к примеру, знает точную дату, когда один из крупных банков будет покупать большое количество валюты. Используя эти знания, можно серьезно повлиять на курс рубля, создав дефицит на рынке. А значит, вырастет не только доллар или евро, но в конечном итоге и цены. Например, на ту же электронику. Я думаю, что здесь была какая-то личная ответственность, личное взаимодействие. Опять-таки, с теми структурами, с которыми коллега взаимодействовал по работе. И, наверное, были какие-то незаконные вещи, возможно, незаконные вещи, которые он сделал в чьих-то интересах. Самое интересное, что по делу о госизмене проходит еще и сотрудник спецслужб Сергей Михайлов, руководитель одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ. По сути, в его задачи и входило плотное общение со Стояновым и другими подобными специалистами. Что такое Центр информационной безопасности ФСБ? Это, прежде всего, работа в этом самом виртуальном киберпространстве. Поэтому они обязаны были связаны по ряду причин, по ряду долгу своей службы. Более того, ЦИБ обязан был связываться и с преступными группами, чтобы выявлять и бороться с ними. Судя по информации наших источников, Михайлов в какой-то момент узнал о существовании вируса, созданного Стояновым. Но, видимо, решил не только не препятствовать, но и войти, что называется, в долю. Это могли сделать не только сотрудники ЦИБа совместно с Касперской. Это могли сделать сотрудники любого управления, любого отделения совместно с коммерческой группой. Безусловно, потому что сотрудники ФСБ, они, естественно, допущены до гостайна. По словам специалистов, создать подобную программу не очень сложно. А вот внедрить ее, и тем более в банк, да еще и долго поддерживать работу вируса в тайне, задача уже нетривиальная. Когда ты запустил Троян банковскую систему, например, в процессинговый центр, И, имея доступ извне к нему, достаточно легко написать снифер, который по определенным параметрам отслеживает транзакции. Большие суммы платежей, например. Это дело грозит серьезными потрясениями в сфере кибербезопасности и электронной коммерции. Возможно, спецслужбам теперь придется заново выстраивать свои отношения с участниками. Леонид Кетрарий, Георгий Серпионов, РЕН-ТВ. Георгий Серпионов